Буквально несколько минут назад звезда российского хоккея и национальной хоккейной лиги 35-летний Александр Михайлович Овечкин сообщил печальную новость о своей бывшей подруге, заслуженной артистке балета Анастасии Волочковой. Несчастье произошло еще сегодня утром в столице Кипра Никосии, но широкой общественности стало известно лишь сегодня. Еще три дня назад самая очаровательная женщина российского балета вместе с хоккеистом Александром Дубом направилась на отдых в Кипр. Но неожиданно вчера вечером и хоккеист и сама Анастасия перестали выходить на связь. Легендарная российская артистка за свои 46 лет успела покорить немало мужских сердец. Еще в 90-е годы прошлого столетия она завоевала сердце солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова. Однако роман знойной красавицы и лидера музыкальной группы продлился недолго. Через три месяца они расстались. Не устоял перед чарами длинноногой красавицы и брутальный мужчина российской эстрады Кай Метов. Известный композитор даже бросил свою жену ради Анастасии Волочковой. Правда, скоро опомнился и вернулся в семью. Да, с кем только не дружила Настя, даже в группу «Сектор газа» попала. В конце 90-х годов у звезды балета возник кратковременный роман солистом группы «Сектор газа» Юрием Хоем. Анастасия даже несколько раз выходила на сцену и пела частушки «Сектор газа». Ну и, конечно, всемирно известный роман Иосифа Кобзона и Анастасии Волочковой. Еще в 1996 году мэтр советской и российской эстрады, увидев Настю, заявил «такому бриллианту нужна хорошая огранка» и взял Волочкову под свое чуткое руководство. Ходят легенды, что еще в 90-е годы Иосиф Кобзон подарил Анастасии собственный бильярдный клуб. Даже назвал бильярдное заведение в честь Волочковой «Анастасия». Этот клуб работает и до сей поры, правда, уже под другим названием «Узкая луза». Ну и, конечно, навсегда останутся в памяти короткие и пылкие отношения Анастасии Волочковой и лидера группы Любе Николая Расторгуева. Николай уже было совсем ушел из семьи, однако в дело вмешалась супруга певца Оксана. Она велела Анастасии больше не подходить к Расторгуеву и спасла звездную семью. Однако последний роман Анастасии Волочковой с криминальным авторитетом Сергеем Кузнецовым по кличке Банщик развеял все миражи прекрасной балерины. Как призналась сама Анастасия, она впервые влюбилась первой. Впервые увидев Сергея Кузнецова в программе «Давай поженимся», Настя сразу запала на мужественного и брутального парня. Совместная поездка на Мальдивы казалась сладким сном. В одном из интервью Волочкова заявила, что с Сергеем она впервые тратит свои деньги на мужчину. Впрочем, известная балерина вскоре поняла – ее используют. Она решила прекратить отношения с криминальным авторитетом, однако сам Сергей Кузнецов балерину в покое не оставил. Стало известно, что несколько дней назад Анастасия Волочкова познакомилась с новым поклонником – хоккеистом Александром Дубом. Молодой преуспевающий спортсмен повел свою возлюбленную на Кипр. Однако именно там в это время отдыхал и Сергей Кузнецов. Когда мы уже заканчивали это видео, стало известно, что вчера на Кипре в одном из местных баров состоялась нечаянная встреча Александра Дуба и Сергея Кузнецова. В результате конфликта на почве ревности серьезно пострадал российский хоккеист. Сергей Кузнецов, объявленный в международный розыск, и его бывшая подруга Анастасия Волочкова были задержаны местной полицией. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для криминального авторитета Сергея Кузнецова и его бывшей возлюбленной Анастасии Волочковой.